Ребятушки, всем привет! Я Павел Городницкий, это Ахинея и Барахло. В первой части мы обсуждаем футбольные новости, а во второй я отвечаю на ваши гениальные вопросы, которые можно задавать в комментариях под хэштегом А и Б, либо у меня в личке во Вконтакте, я туда добавляю практически всех. Ссылка в описании. Welcome! Важное объявление. Спустя всего лишь полгода после того, как я завел свой youtube-канал, я завел и телеграм-канал про футбольщик. Я назвал его Городницкий. Очень странно, почему я так сделал. Ссылочка тоже в описании. Подписывайтесь и туда, кстати, попадают лучшие истории из комментариев. Лучшие и самые правдоподобные. Одна история уже есть, скоро будет вторая, третья. Поэтому пишите крутые комментарии, а потом ищите себя у меня в телеграм-канале. Еще раз подписывайтесь. Начинается Ахинея и она начинается с маленькой под рубрики. Самый кайф. Лучшее, что я прочитал, увидел или услышал на этой неделе. И сегодня в рубрике самый кайф путешествие в Узбекистан на канале невиданный футбол. Есть такой мужик Алекс, он влогер и он интересуется таким нетипичным футболом. Он уже ездил в самые-самые разные азиатские страны, потенциально нефутбольные. Нормальный человек не поедет туда спрашивать у людей о за какие клубы вы болеете, а что тут у вас вообще со стадионами. И сейчас он загонял в Узбекистан и там получился реально топовый контент. Ну потому что, ну казалось бы, что там вообще с футболом в Узбекистане? Кому это интересно? А там оказывается кинули Ревалда, там оказывается тусит Андрей Кончевский. И самое главное, главное откровение лично для меня, там сейчас обитает Иван Соловьев. Тот самый Иван Соловьев, который всего лишь 7 лет назад был перспективным и из Динамо рванул в Зенит на зарплату, кажется, больше миллиона евро в год. Ни хера там не сыграл и сейчас он чалится в Узбекистане. И вот Алекс с канала «Невиданный футбол» с ним поболтал. Вообще весь этот канал «Невиданный футбол» он супер приятный. Вот ты заходишь туда и видишь, что чувак вкладывает душу. Явно не получает с этого какую-то прибыль, но там часовые фильмы в стиле красава здорового человека. Никакого снобизма, никаких натянутых улыбок. Все предельно естественно. Я искренне завидую Алексу, что он делает такой контент. И еще мне было максимально приятно, когда Алекс с канала «Невиданный футбол» пришел ко мне в личку. Во Вконтакте я сказал «Паша, я тебя смотрю». И я такой «Вау, спасибо». Поэтому я вам от души рекомендую посмотреть «Путешествие в Узбекистан». Ссылочка опять же в описании. Теперь к новостям. Сергей Семак требует у Зенита зарплату 2,5-3 миллиона евро в год, контракт минимум на два года и влияние на трансферы. Во-первых, люди, которые сейчас говорят, что Сергей Богданович слегка прихуел, припух, они должны понимать, что у Роберто Манчини была зарплата 4,5 миллиона евро в год. А Роберто Манчини это единственный за последние лет 15 тренер Зенита, который выиграл ноль титулов. Нуль. Даже Эмир Челуческо уехал отсюда с суперкубком, а Манчини это просто бездарь. Поэтому когда Сергей Семак просит 2,5-3 миллиона евро в год, он просто просит себя уважать. Во-вторых, для Семака это зарплата защита от увольнения. Вот он получает контракт на два года. Если его выгоняют через год, допустим, он получает оставшиеся 2,5-3 миллиона евро и потом может себе позволить отдохнуть, поучиться, расслабиться, пересмотреть взгляды на футбол. Такая получается страховка. Но самое главное, что эта новость вышла в Спортэкспрессе. А мы знаем, что газета Спортэкспресс контролируется руководством Зенита. Поэтому есть конспирологическая теория, что руководство Зенита хочет выставить Семака рвачом. Хочет показать, а, да у нас тренер-то жадный внезапно стал. Поэтому мы с ним не договорились. И это будет повод избавиться от Семака. Мол, торговались, торговались, но не сторговались. Зачем это делать? Ну, потому что Семака сейчас унизили в ситуации с Кокориным. И он явно возмущается. И он не понимает, почему он реально не влияет на трансферы. И почему у него просто взяли игрока, который ему нужен. Который был, например, нужен в матче с Локомотивом, где не сыграл Дзюба и Азамун выходил больной. Почему этого чувака берут и забирают в Сочи? Вот просто взяли у тебя и вырвали его из состава. Ты его готовил, ты его настраивал, ты ему что-то обещал. А тебе сказал, а тренер, тренеришка, пошел вон. Главный тренер ничего не решает. И хэштег Семак здесь главный сразу обнулился. Поэтому у руководства Зенита я допускаю, что есть какой-то минимальный конфликт с Семаком. И они вот так страхуются сами, чтобы показать Семака жадным, алчным и вообще поехавшим на успехе тренером, который еще и облажался в Лиге Чемпионов. Но это конспирология. Скорее всего, Зенит и Семак договорятся. Потому что, ну все мы знаем, что лучше переплатить адекватному и эффективному тренеру, чем недоплатить бездрю, а потом страдать. Ливерпуль, МЮ и еще шесть клубов АПЛ выступили против того, чтобы Ман-Сити играл в ЛЧ, пока рассматривается апелляция в КАС. И они, эти клубы, даже подали совместное заявление в тот же КАС, что не разрешайте, не смейте, чтобы Сити вообще хотя бы минутку еще провел в Лиге Чемпионов. У меня возникает вопрос к этим клубам. Вы нахуя это творите? Почему вы, крысы такие, просто не остались в стороне или даже не поддержали Сити? Вы что, не понимаете, что кулак финансового фэрплея может шандарахнуть и вам по рылу, и вы тоже останетесь без Лиги Чемпионов? Вместо того, чтобы объединиться и сказать, так, UEFA, давайте-ка помягче сейчас финансового фэрплея, тем более назревает этот коллапс из-за коронавируса, сроки трансферов перенесутся, деньги зарабатывать сейчас тяжело, матч ДФ нет, давайте мы сейчас попросим UEFA, чтобы и Сити отмазали, и у нас у всех были какие-то послабления. Нет, вместо этого топы из ОПЛ, как последние мрази, как паскуды, побежали в кассы говорить, ой, просматривается апелляция, пусть эти уроды, которые 8 или 6 лет назад что-то там нарушили, пусть они сидят дома. Я надеюсь, кстати, что Ливерпуль, который тоже скрысил, не будет удивляться, когда все остальные клубы ОПЛ на голосовании «Что делать с сезоном?» проголосуют аннулировать, и Ливерпуль останется без титула, потому что, когда вы крысите, в вашу сторону тоже могут скрысить. Это тоже надо понимать. Незнакомец испражнился возле дома экс-нападающего Сток-Сити. Что случилось? Есть такой бывший футболист Джонатан Уолтерс, он играл за Сток-Сити и за сборную Ирландии, этого парня, наверное, знают только авторы телеграм-канала «Англия, Англия». И вот он с женой, с собакой, с псиной, со своей гулял около дома, гулял-гулял, и вдруг видишь, что за кустом сидит какой-то парень и срет. И он такой «Эй, ты!» Парень вскакивает, напяливает штаны, убегает, но нападающий, еще в хорошей форме, еще не распух, поэтому догнал пердуна, задержал и говорит «Слушай, дружище, иди, пожалуйста, убери за собой». А тот говорит «А у меня нет пакетика», а ему Джонатан Уолтерс отвечает «Зато у тебя есть вот эта милая красная футболка, в которую ты и сложишь свое говнецо». Ну, чувак смутился, пошел, у него выбора не было, футболку снимать не пришлось, потому что нашлась соседка, которая дала пакетик. Но как, самое главное, этот идиот объяснил свой поступок? Он сказал, что «Извините, я вас насрал, потому что нет туалетной бумаги». Но как связано отсутствие бумаги с желанием насрать кому-то под куст, я не понимаю. Видимо, там какие-то огромные лопухи растут, и поэтому, именно у Джонатана Уолтерса эти лопухи, и поэтому чувак решил вытереть жопу лопухами. Вообще, конечно, отмаза с туалетной бумагой, она не рабочая, потому что давно известно, что все адекватные люди моют жопу, а не только вытирают туалетной бумагой. Так что лайк, если моете жопу. Футбольный агент Герман Ткаченко стал контролирующим владельцем sports.ru, и все люди, которые не в теме, сразу такие «Агент, теперь владеет спортсом, так там теперь его клиентов будут облизывать, шатого, смолого, только хорошее про них писать». Но на самом деле, реально, ничего не изменилось. Ткаченко уже давным-давно имеет отношение к спортсу, он им помогал деньгами во время прошлого кризиса, который был 5-6 лет назад, когда задерживали зарплаты на спортсете, Герман Ткаченко помог спортсу не схлопнуться и обойтись без жестких сокращений. К тому же, я слышал от Дудя, что Герман реально не вмешивается в работу редакции, и Герман сам это много раз подтверждал. Но он действительно такой вежливый, обходительный, он понимает, что если он начнет лезть и говорить «пишите хорошо, пишите плохо», то спортс будет чувствовать себя не таким свободным, а для них это очень важно, что они все либеральные, что никто на них не влияет, даже Герман. И Дудя сказал, что прекрасно иметь такого начальника, такого совладельца, потому что Дудя теперь акционер, как Герман Ткаченко. И к тому же, в 2017 году, когда появился анонимный телеграм-канал «Ненобель» с инсайдами, именно «Спортс.рус» дианоннил этот канал и доказал, что Герман Ткаченко заказывает там посты. И Герман ничего с этим сделать не смог. Меня удивляет другое. Я наткнулся на список организаций, где Герман Ткаченко является совладельцем. И это ООО, кинза, шафран, мясо, мандарин, артишок, кабачок, ежевика и крыжовник. Вот так называются все эти компании, где совладелец Ткаченко. У меня два предположения. Либо у него было очень голодное детство, либо он лучше всех нас подготовился к коронавирусу и к пандемии и закупился не гречкой и туалетной бумагой, а вот как раз шафраном, мясом, мандаринами, ну и так далее. Матч ТВ купил права на трансляции матчей чемпионатов Белоруссии и Австралии. Оба турнира мега слабые. Австралию, по-моему, уже остановили. Беларусь, я уверен, что остановят тоже. Но я прочитал идеальную фразу, которая описывает эту ситуацию. Даже ничего лучше, чем чемпионат Белоруссии. И, кстати, меня удивило, что Константин Генич очень смело высказался и очень честно. Он сказал, что с возобновлением других чемпионатов интерес к чемпионату Белоруссии будет стремительно приближаться к нулю. Это факт. Может, наше руководство плюнет на все и скажет, что даже несмотря на то, что права приобретены, ничего показывать не будут. Так, скорее всего, и случится. А пока все топовые комментаторы матча вынуждены комментировать игры этого чемпионата. И, кстати, у меня в комментах хвалили Рому Нагучева за то, как он отработал матч какого-то с Луцкой. Я не знаю, я не смотрю. У меня все в порядке со вкусом, поэтому я эти игры не включаю. Но Роме в любом случае респект, потому что круто отработать крутой матч может любой. А вот когда ты классно работаешь на каком-то посредственном, мягко говоря, матче, это признак класса. Так что респект Роме Нагучеву. Барахло, ваши гениальные вопросы, мои барахлянские ответы. Я напоминаю, задавать вопросы можно в комментах под хэштегом А и Б. За что ты ненавидишь Барселону? Я должен признаться, маленький каминг-аут в детстве я уважал и даже любил Барселону в первую очередь за Рональдинью. Но это, знаете, как бывает в детстве. Ты болеешь за Бэтмена против Джокера. А Барселона это именно такое добро. Вот, мы такие самобытные, такие классные, возмутительно милые, мы каталонские. У нас есть стиль, у нас такие традиции, мы больше чем клуб. А Реал, ну это типа богачи без стиля. А по факту стиль Барселоны бывает таким же блевотным. Все эти перепасовки ради перепасовок непонятно вообще, чего хотят добиться эти люди. При Гвардиоле, да, играли в понятный футбол. Но, например, всякие Херардо Мартино, всякие Эрнеста Вальверде, во что они, какой стиль, зачем вы себя обманываете? По поводу денег, то же самое. Барселона тратит на трансферы, ну не меньше, чем Реал Мадрид. Просто они прикидываются, что мы, у нас Ла Масси, у нас 11 воспитанников, в 2011 или 2012 году, я не помню, вышли. Значит, мы такие домашние, скромненькие. Нет, все это вранье, все это лицемерие. Барселона играет местами в непонятный футбол и тратит кучу денег. Так что Барселона – это зло, которое прикидывается добром. А Реал – это чистое зло. Именно поэтому я люблю тех, кто не прикидывается добрыми и ненавижу Барселону. В чем феномен Амкала? Почему их смотрят? Ну, во-первых, у них гениальное название «Умер Амкар» и появился Амкал. Тема Нечаев – браво. Во-вторых, надо понимать, что есть формат футбольного реалити. И вот есть «Эгресси», где только Василий Уткин – шоумен. Вот он – одна медийная фигура. Остальные, кто там в команде бегает, ну, Игорь Струнин более-менее известен, все остальные – они так. Ну, вот просто у них медийность возле нуля колеблется. Есть «Картавый футбол», я тренер вот этот проект, где «Картавый Ник» тоже главная звезда. Все просто «Так, я на бровке делаю шоу, а вы, пожалуйста, бегайте, как я вам скажу. У вас тоже нет лиц». А здесь Амкал. И там все фиферы со своей уже готовой аудиторией. То есть люди годами раскрывали паки, играли в фифу по сетке, эмоционировали на камеру, делали какие-то челленджи, шоу и так далее. И вот они все собрались, такая получилась Лига Справедливости или, я не знаю, Мстители. Вся их аудитория стала совокупной и получился такой футбольный клуб, хоть и любительский, но реально монструозный. И этим объясняются просмотры. Все просмотры приплюсовались друг к другу. И тем более первый сезон был реально свежий и челленджи было увлекательно смотреть, и матчи у них были тоже каждый раз бодрые. Я уверен, что атмосфера там тоже была зашибись. Но, если вы почитаете даже материалы какие-то на «Спортссе», в других изданиях, то окажется, что первый сезон – это лучшее, что случилось с Амкалом, а потом все было уже не так радужно. И сейчас идет, кажется, третий или четвертый сезон Амкала. Я уже не слежу, потому что, во-первых, челленджи максимально одинаковые, загадай угол, там что-то еще, даже никто бутсы уже не нюхает. Во-вторых, я не понимаю, какая цель у Амкала, потому что если эгресси у них там все или ничего, битва за район, мы сейчас поднимемся еще в какую-то лигу, у нас есть второй состав, тоже надо оттуда кого-то подтягивать, то Амкал бьется исключительно за просмотры. Ну и третье, футбольные реалити меня достали. Про эгресси с картавым футболом я уже вообще молчу. Я там, не знаю, совокупно посмотрел, не знаю, две серии. А Амкал, ну просто одинаково это все. Вот мы тренируемся, вот мы играем. Зачем это смотреть, я не знаю. Кстати, забавно, что Дмитрий Егоров, который недавно стал игроком Амкала, как обычно, опоздал на хайп-трейн, и теперь смотрится примерно вот так на фоне всех остальных игроков Амкала. То есть пацаны уже наигрались, а Дима вот только начал. Финализируя, я скажу следующее. Гнойный говорил, что Оксимирон обеспечил его на всю жизнь. А здесь Герман Эль Классико и Тёма Нечаев обеспечили просмотрами остальных игроков Амкала на долгие годы вперед. Расскажи про свои любимые эмблемы. Я долго думал, рассматривал эмблемы участников Лиги Чемпионов, эмблемы сборных, и отобрал для себя три крутые эмблемы, даже четыре, и две отвратительные. Я обожаю эмблему Дортмундской Боруссии, потому что желтый фон, черные буквы, цифры, и все, больше ничего. Кстати, ставьте лайк, у кого был пенал, или портфель, или рюкзак, или мешок для сменки с логотипами из Бундеслиги. Таких людей, я уверен, было немало. Второй клуб, который мне нравится, Дерби Каунти, такой баран стильный-престильный. Эмблему впихнуть в барана это виртуозное какое-то мастерство. Тоже респект, хотя о Дерби Каунти, понятно, что говнище. И еще мне очень нравится и прошлое, и нынешнее эмблема сборной Голландии, ну сборной Нидерландов, сейчас правильно говорить, вот этого Нидерландского футбольного союза. Она очень благородная, очень пафосная, но она не раздражает. Теперь казним парочку эмблем. Например, самая отвратительная эмблема, которую я вообще видел, это ливеркузенский байер. Мало того, что сам клуб, это лузеры, которых еще поискать вообще. Мне кажется, самый лузерский клуб в истории. И вот у них байер, байер, но что вы еще пять раз байер не написали? Как можно в 2020 году иметь настолько устаревшую эмблему, я не знаю. И вторая команда, это Кёльн. Вот они круг придумали себе, а у них прозвище козлы, и они поставили, просто тупо поставили козла рядом с этим кружком. Как вообще такое можно было себе представить? Как до такого додуматься? Тоже без понятия. Кстати, люди из Кёльна, учитесь у Валенсии, как грамотно вписывать животное в эмблему. Вот, пожалуйста, логотип Валенсии. Я не болею за Валенсию, но логотип у нее заебись. Почему торпеда не выигрывает семь матчей подряд? Я принципиально не слежу за ФНЛ, не видел ни одного матча торпеда. Хайлайты смотрел, как они из кубка поганой метлой вылетали. 1-5, по-моему, химком слили. Короче, торпеда не люблю с детства, когда они еще в 2004 году обыграли «Зенита», когда Панов забивал «Зениту» и радовался. Но! У меня есть ответ, почему торпеда не выигрывает семь матчей подряд и почему торпеда вряд ли будет претендовать на выход в РПЛ в этом сезоне. Дело в том, что ФНЛ – это лига, в которой отсутствует спортивный принцип. Из нее тяжело вылететь, потому что во второй лиге нет команд, которые искренне хотят в первую, у них нет денег. И «Зенит» два годами занимал последние места и никуда не вылетал. А наверх тоже пробиваются так же. Если у тебя есть бабки для Премьер-лиги, хотя бы на пару сезонов у тебя хватит какой-то финансовой подушки, то ты туда попадешь. Если нет, то ты будешь занимать в лучшем случае третье место, играть в таковой матч, привозить в свой город какую-то команду Премьер-лиги. В этом году этой командой мог стать «Спартак», к сожалению, видимо, не станет, потому что непонятно, что вообще будет с чемпионатом России. Но если он возобновится, я искренне желаю «Спартаку» поучаствовать в таковых матчах. Так вот, почему не хотят фанат футбола? Он подхватил торпеду, чтобы торпеда просто не сдохла. Это для него такое меценатство. И он думал, ага, сейчас мы будем наверху в первой лиге. Он не знал, что первая лига это такая вообще болотная зона, из которой мечтают выйти наверх. Он думал, что болельщики торпеды решат, ну, лучше в первой лиге, чем нигде. Но болельщики торпеды очень быстро озверели и очень быстро решили, что они созрели для вышки. И теперь торпеда шла в лидерах довольно долго, а потом скатилось, 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 вот 7 матчей без побед и, вероятно, пролетит. Почему пролетит? Потому что Авдееву не хочется вкладывать бабки для участия в премьер-лиге. Потому что участия, опять же, фанатам торпеда будет мало. Они скажут, нам нужны еврокубки, давайте восстанавливать традиции торпедовского клуба, мы не хотим занимать десятые места, Авдеев, гони бабки либо продавай клуб. Это просто отмороженные люди. Я серьезно в этом уверен, они угрожают журналистам, блогерам. Мне будут угрожать, наверное, после этого видео. Лучше не связываться с фанатами торпеда, потому что даже Игнашевич у них после этой серии стал плохим. Игнашевич, который пришел, который их поднял на вершину ФНЛ, который сейчас с ними там болтается, вместо того, чтобы поддержать, они зачем-то его топят. Так что я даже не знаю, что сейчас делать Роману Авдееву, от него правда ждут РПЛ, ему правда эта РПЛ нахер не нужна, наверное, надо продавать клуб. Ну, потому что вот если Динамо проклятый клуб, то торпеда, я даже не знаю, как сказать, это какие-то зомбаки с портретом, с иконой Стрельцова на перевес. Расскажи про Дмитрия Савина, который комментировал матч пьяным. Это 2011 год, матч Милан Чизена. Если вы не видели, ссылочка в описании. Если видели, тоже пересмотрите и Брагей, и другие мемы. Там просто можно врубать и наслаждаться. Я так понял, что Дмитрий Савин работал на плюсе не комментатором. Он был то ли режиссером, то ли звукачем, но он мечтал быть комментатором. А ему было не дано, у него вообще не было таланта как-то увлекательно рассказывать истории. И поэтому его подпускали только к тем матчам, которые либо вообще никто не хотел комментировать, либо никто не мог прокомментировать. И он садился и там солировал. А потом, перед матчем Милан Чизена, у него дома случились какие-то проблемы. Я так понял, что его не уважала жена, а сын посылал его нахуй. Это реальная история из комнаты 8-16. И вот он на фоне этих проблем пригубил, скорее всего, перед матчем Милан Чизена, и вот такой исполнил. И хайлайты этой игры попали каким-то газпромовским боссом. И они сказали, Уткин, увольняй Дмитрия Савина за этот дебош, за этот перформанс. Уткин, надо отдать ему должное, сохранил Савина, но вывел его из эфира и оштрафовал на двухмесячную зарплату. Где сейчас Дмитрий Савин, я без понятия. Но я не думаю, что кто-то скучает по этому комментатору. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, подписывайтесь, кстати, друзья, на мой Telegram-канал, ссылочка в описании. Ставьте лайки и дизлайки, пишите комментики. Чао! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!